Бактерии и все остальные 2 килограмма бактерий. Я потом об этом скажу. То есть, если соединить вес бактерий в нас с вами, то получится такой приличный багаж. И если говорить о распространенности, то это 18 миллионов обращений в год. Это Россия. И поэтому инфекция сама по себе вещь неприятная. И относиться, повторяю, к ней нужно в совершеннейшем, в общем-то, уважение. Посмотрите, это 40% пациентов, которые приходят к нам на прием. Это примерно 50% тех пациентов, которые занимают афтермологические койки. Почти 80% это временно нетрудоспособность той или иной степени. Умножьте это на количество посещений. И, увы, в ряде случаев это приводит и, в общем-то, к самым печальным результатам. То есть, к слепоте. И, условно говоря, в сленговом варианте есть плюсы и минусы инфекции. Ну, какие плюсы? Это грамм положительный и грамм отрицательный. Говорить о плюсах инфекции, наверное, сложно. Но давайте попробуем понять, а как же, в общем-то, бактерии чувствуют себя по отношению вот к тем нам, которых в 4,5 тысячи раз меньше. Поэтому, какова жизнь с точки зрения бактерий? Напомню, что, в отличие от нас с вами, дизайн бактерий не меняется уже миллиарды лет. Это совершенно-совершенные такие вот образования, живые организмы. Их огромное количество. В каждом человеке 2 килограмма. Самых разнообразных. И все хорошо. Потому что существует определенный баланс. Этот баланс очень жесткий. Вспомните микробное число воды. 3 патогенных нельзя пить, или 300 любых нельзя пить. То же самое с бактериями. И вот, когда этот баланс нарушается, у военно-полевых хирургов есть такая хорошая фраза «От грязи микробы дохнут». И вот, когда этот баланс нарушается, вот мы и получаем, в общем-то, те или иные проявления, с которыми приходится бороться. Ну, а теперь непосредственно о бактериях. Мы знакомы с бактериями 339 лет. Потому что, впервые, Антон Ван Левенгук, вот в самом первом своем, наверное, здесь описании, вообще все микроэкспертические существа называл таким любопытным именем, но он тогда не знал, что это, собственно говоря, бактерии. Это доказал, и, в общем-то, как бы не доказал, а ввел термин такой Христиан Эренберг 1828 год. Но основные, конечно, изыскания в этой области, огромное влияние на всю микробиологию, оказал Луи Пастер. Пастер, кстати, это правильно, не Пастер. Собственно говоря, он первый и связал, хотя гипотетически об этом было известно и раньше, но, тем не менее, именно он первый доказал, что бактерии, в общем-то, это болезнетворные существа. Хотя мы знаем, что есть и хорошие, условно, бактерии, там, кефирная палочка, там, всего прочего, алкоголь, некоторые делают бактерии, поэтому бактерии, повторяю, они с разными. Но, тем не менее, коллеги, бактерии нужно уважать, поскольку хотя бы их больше. И с точки зрения бактерий, понимаете, помните, как-то жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Так кто же мешает этим бактериям? Мешаем мы с вами, доктора, и поэтому фактически резистентность, о которой мы сегодня много говорили, это способ выжить. И бактерия хочет жить, так же, как и любой другой организм. Что она для этого делает? Она удаляет антибиотик из насоса обратного транспорта в мембране бактериальной клетки. Она приводит, эти механизмы приводят к тому, что потеря активности антибиотика развиваются вследствие целого ряда преобразований. И, наконец, бактерия способна разрушить антибиотик различными ферментами. То есть, таким способом бактерия, защищающаяся от антибиотика, я сейчас не говорю о генных мутациях, она пытается приспособиться к тому, что, собственно говоря, мы ей предлагаем. Поэтому резистентность, повторяю, это вещь перманентная, и бактерия умеет ее тренировать. Но как можно помочь резистентности? Вот, в частности, по сегодняшнему комментарию профессора Трубилина, я попытался это расшифровать. Нужно создать низкую концентрацию в тканях, нужно использовать препараты с бактериостатическим эффектом, сколько не менее, существенно воздействуют на бактерию. Если препарат будет, или молекула будет плохо проникать в среды глаза, естественно, она не достигнет искомого, искомой мишени. Можно длительно применять, поскольку резистентность развивается при таких условиях, назначать препараты не по показаниям, или часто их менять, и, наконец, использовать такой условный термин, как антибиотик резерв. Но давайте возьмем резистентность в цифрах. Сегодня отчасти эти цифры уже звучали, но я хочу их немножечко актуализировать. Посмотрите, в торхиналоне грамма отрицательная флора, это цифрофлоксацин, левофлоксацин, в такой ранжированности, это данные Околова и Николаевича в Санкт-Петербургском филиале МНТК. Грамма положительная флора, мы тоже видим определенный такой подход, но все-таки больше, наверное, нам интересен, скажем, современный метод исследования, о котором сегодня Татьяна Николаевна говорила, но я еще раз это хочу подчеркнуть, коллеги, почему? А посмотрите, как вот в этом ряду совершенно четко идет ранжирование от эритромицина до цифрофлоксацин. Вот чуть попозже я попытаюсь прорюстировать это другими данными. То же самое, стафилококк золотистый, от фузидиевой кислоты до левофлоксацин. Аналогичная ситуация, вообще все граммы отрицательная флора и антибактериальные капельки, от фузидиевой кислоты до цифрофлоксацин. Все эти препараты присутствуют на рынке, но вопрос выбора конкретного препарата в общем-то зависит во многом от нас самих. Хотя даже в выборе антибиотиков отчасти этот выбор делают за нас первостольники, то есть те сотрудники аптек, которые встречают пациента первым. И говорят, повторяю, об этой резистентности, вот эту шкалу полезно держать в памяти, потому что заведомо препараты, обладающие низкой резистентностью, они в общем-то наверное будут не так эффективны. Теперь несколько слов о тенденциях в офтермологической инфекции. Во-первых, увеличивается число возбудителей резистентных к антибиотикам, отдельным видом, как я и продемонстрировал раньше, данные до 70%. Более того, формируется полирезистентность, отмечен сдвиг, к сожалению, в граммо-отрицательную флору. И еще одна особенность, это так называемые атипичные формы, когда инфекция принимает, обладает способностью реагировать в общем-то не совсем так, как мы привыкли. Поэтому пытаются разработать антибиотик, относить непосредственно на граммо-положительную флору, на граммо-отрицательную флору, и, естественно, рано или поздно возникла идея создать нечто такое, чтобы воздействовало и там, и там. И таким образом нужна была некая концепция золотой середины. Вообще, золотая середина вещь совершенно уникальная, поскольку, если вы возьмете любые изображения, самые иногда неожиданные, как в живописи, в архитектуре, вы увидите, что, оказывается, все это подчинено одной и той же спирали. И именно это позволяет нам концентрировать свое внимание на объекте. Художники не знают этой спирали, но они хорошо это чувствуют, как художники. И эта золотая середина, она как раз и присутствует, кстати, и в человеческом лице, обратите внимание, на эти пропорции, и вот такой золотой серединой, то есть веществом, которое смогло воздействовать как на граммо-отрицательную, так и на граммо-положительную флору, оказался, в общем-то, левофлоксацин. Вообще, коллеги, антибиотик, любой антибиотик, по большому счету, причины инфекции интересовать не должны. Вот он пришел и начинает делать свое дело. Вне зависимости от того, вот будет ли конъюнктивит или блефорит того или иного генеза, пришло это воспаление или инфекция вследствие проблем с синдромом, связанных с синдромом сухого глаза, или пациент неправильно, в общем-то, наверное, постриг ногти, прежде чем надеть контактную Лизу, контактологам тоже надо было такую вот идеологию продвинуть. Но, коллеги, смех смехом заканчивается это все печально. Вот, и не забываем еще о микротравмах. Все живем в швейцарских Альпах, города достаточно загазованы, и все, кто носит очки, знают об этом не понаслышке, что у нас на стеклышках оседает. Поэтому, как бы, внос инфекции в конъюнктивальную полость извне идет постоянно вопрос, повторяя, в ее балансе количестве. Так как же лечить инфекцию в волосу? И вот здесь разработчики пришли к очень оригинальной идее, опять же, взятой у скульпторов. Они решили отсечь лишнее. То есть, взяли молекулу офлоксацина, в которой неактивный D-изомер и активный L-изомер, изъяли из этой молекулы только активную форму и получили вещество левофлоксацин. Вот его молекулярная структура, и вот такое изъятие, то есть, концентрация только активных изомеров привела к существенным результатам. Во-первых, растворимость левофлоксацина существенно выше, в 10 раз выше офлоксацина, и в 4 раз выше цифрофлоксацина, то есть, препарат легче проникает через среды. И, если мы говорим о концентрации этой молекулы в тканях, в средах глаза, то есть, в слезе и в строме роговицы вы видите, какие соотношения по сравнению с левофлоксином, по сравнению с софлоксацином. То есть, естественно, преимущественно и в биодоступности, и в эффективности обеспечиваются этими параметрами. Но проникновение еще не значит, что вещество достигнет возбудителя, и тем более его каким-то образом нивелирует. И поэтому здесь скорее важна минимальная ингибирующая концентрация, и вот здесь опять же мы увидим существенные преимущества этого показателя на молекуле левофлоксином. Еще одна особенность важная. Желательно бы, чтобы глаз минимально реагировал, отвечал. То есть, местные побочные эффекты должны быть как-то так сведены к какому-то разумному ощущению пациента. И вот посмотрите с точки этого эксперимента кератоциты роговицы и эндотелиоциты. Мы видим, что также на молекуле левофлоксацина воздействие на культуру этих клеток в общем-то минимально по отношению к другим аналогичным препаратам. Коллеги, опять вернемся в какой-то степени к бактериям. С их точки зрения посмотрим на эту ситуацию. В общем-то хорошая переносимость глазных капель и бактерии это, наверное, выражается вот такой вот фразой. Потому что им не важно, что там мы переносим. на них это воздействует или нет. Поэтому опять вернемся к показателю минимальной подавляющей концентрации и чем она, в общем-то, выше, тем чувствительность к возбудителю конкретного препарата лучше. Это мы как раз к докладу Татьяны Николаевны. Но я хочу уменьшить целосознанное число препаратов. Посмотрите, максимальная чувствительность на эпидермарин на левофлоксацине, на золотистом на левофлоксацине и если мы говорим о пневмококках, здесь все с точностью да наоборот. Собственно говоря, моксифлоксацин в свое время был предложен для лечения пневмонии прежде всего и в общем-то оправдывает вот это свое предназначение. Говоря же в общем о красном глазе, то основные возбудители перед вами и чувствительность к ним в общем-то максимально как раз одна из максимальных у молекулы левофлоксацина. И вот на основании этой молекулы препаратов левофлоксацина достаточно много и был предложен в общем-то препарат сигнецев, который как и все левофлоксацины усиливает активность против грамм положительной флоры сохраняет активность против грамм отрицательной флоры и у него хорошая активность против атипичных возбудителей. Поэтому давайте попробуем взять в руку сигнецев. Напоминаю, что это некий прообраз золотого стандарта. В чем преимущество этой рецептуры? Во-первых, PH среды близко к нейтральной, он хорошо переносится, частицы вещества не попадают на роговицы и на конъюнктивы, частота побочных эффектов фактически сопоставима с плацебо. И он у детишек разрешен старше одного года. Поэтому спектр применения этой молекулы достаточно большой. В том числе мы видим и профилактику инфекционных осложнений хирургии, хирургии, ну и целый ряд других направлений. Об офтальмах и хирургии следует сказать отдельно. Замечательные, на мой взгляд, данные представлены по эндофтальмитам, поскольку действительно эта вещь очень и очень неприятная, хотя, слава богу, редкая. Какова схема ведения хирургических больных на левофлоксацине? Она достаточно хорошо уже опробирована. Это четыре раза в день накануне операции, трижды с эндоваром пять минут непосредственно перед операцией, три раза через каждые пять минут сразу после операции, далее каждые два часа в течение первого дня после операции. И, наконец, в течение семи-четырнадцати дней после операции назначается эта рецептура. Я бы не сказал, что эта схема однозначна, всеми так используется, есть варианты этой схемы, но главное здесь, наверное, в том, что мы как до операции, так и после операции проводим некое сопровождение инфекции для того, чтобы не дать ей возможности развиться в послеоперационном периоде. Еще одна особенность современности это увеличение инфекции, вызванной метиллерезистентными формами стафилокока. Посмотрите, рост какой, с четырех процентов до практически половины. И эта карта показывает, сколько этой инфекции в мире достаточно, повторяю, цифры высокие. И вот здесь, говоря как раз о выборе молекул, которая бы воздействовала именно на эту флору, на сигницефе получен наиболее оптимальный показатель минимальной гибирующей концентрации. Но, коллеги, мы сейчас все больше говорим об инфекции переднего отрезка предоперационной подготовки. Но мы помним, что инфекции бывают в общем-то разные. Вы знаете, такой парадокс, но вот возникла такая инфекция от заботы, от заботы врачей о пациентах. Почему? Потому что, если вы возьмете греческое слово госпиталь, то это болезнь и забочусь. В этом появился еще такой термин, как госпитальная инфекция, то есть явно госпитальная, не в домашних тапочках. И говоря об этой инфекции, наверное, нужно прежде всего вспомнить о главной из них, ну или одной из главных из них, который сотворяет вот этот замечательный цветок, это жасмин, помним, да, вот это некая игрушка, которая сотворяет этот запах уже в другом варианте, поскольку на самом деле этот жуткий запах жасмина, это вообще-то синегнойная палочка. Вот, почему же синегнойная палочка для нас так актуальна, коллеги. Ну, в древнее время ее практически не бывает, зато перед травматическим эпидемией